В деревне Марусино продолжается строительство корпуса к 59-й школе. Пристройку возводят в рамках президентского проекта образования и госпрограммы Подмосковья. Перед строителями поставлена задача сдать объект через два месяца. Работа на строительной площадке идет круглосуточно. В таком же режиме контроль за каждым этапом. На этот раз с инспекцией депутаты Московской областной думы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско. Цель визита – лично убедиться в том, что строители укладываются в сроки сдачи объекта. Расчет был, что пристройка откроется к 1 сентября. Увиденное не дает такой радужной перспективы. Да, по контракту со временем застройщик справляется, потому что контракт до декабря текущего года. Но, как правило, все пристройки и все нацеливают и Министерство образования, и Минстрой, соответственно, и главы администрации нацеливают всегда подрядчиков, чтобы такого рода объекты или такого вида объекты завались до 1 сентября. Ежедневно на стройке работают 240 человек. Все коммуникации уже проложены. На первом и втором этажах выполнена чистовая отделка. На верхних к ней только приступают. Параллельно идет благоустройство прилегающей территории. Идет благоустройство не только вокруг этого здания пристройки, но и вокруг старого здания. И это правильно, потому что к 1 сентября надо запустить хотя бы старый корпус. Все это дело будет обновлено, уложен новый асфальт, плиточка делается, резиновое покрытие на спортивных площадках. То есть это все будет готово к 1 сентября. В пристройке, рассчитанной на 400 мест, будут обучаться средние и старшие классы. Два здания школы соединят в единое целое с помощью перехода. В конце этого месяца завершится его строительство. Но новый корпус будет значительно отличаться от старого. В нем установят лифты для маломобильных граждан и инвалидные подъемники. Разместят просторную столовую и актовый зал на 350 мест.